Здравствуйте! Добро пожаловать на мою студию. Перешагнув порог, словно оказываешься в музее этнической музыки. Арабские барабаны, латиноамериканские бонго, африканские джембы, персидская дарбука. Число инструментов превышает полсотни. Для хранения Евгению даже пришлось переоборудовать обычный гараж. Полгода прошло, пока я сделал ремонт, сделал звукоизоляцию, специальный акустический материал, который убирает эхо, отражение звука. И здесь у нас звук, как в студии. А началось все с поездки в Египет 10 лет назад. Тогда вместо магнита на холодильник из отпуска челябинец привез небольшой сувенирный барабан. Впечатлило то, что у небольшой поверхности инструмента, у мембраны, есть много разных красок звуковых. И можно, меняя позицию руки, меняя силу удара и точку приложения силы, извлекать различные тембры. По словам Евгения, у каждого барабана в мелодии своя роль. Большие создают базу, основу ритма. Инструменты поменьше солируют. Обучиться игре можно и без музыкального образования. Главное, развитый слух, чувство ритма и внимание к тактильным ощущениям. Изначально, который первый мы берем для обучения, дум, басовый звук, удар ближе к центру. Далее есть удар в край, он дает высокий звук, тэг. Есть еще шлепковый удар, который дает яркий акцентированный звук, бэк. Вот. И теперь соединим вот эти звуки. Стоимость подобной дарбуки может достигать сотню тысяч рублей. Некоторые из них Евгений делает самостоятельно. Есть гончар, с которым я плотно работаю. По моим чертежам он изготавливает инструмент. Мои чертежи обязательно нужны, потому что я, как музыкант, знаю, какая форма должна быть, какие нюансы, какие тонкости, где какая толщина стенки, как удобнее будет играть. Далее, после того, как он выполняет корпус, я беру, обрабатываю кожу, натягиваю ее особым образом, фиксирую, и инструмент готов. На создание инструмента уходит от трех месяцев до полугода, но времени Евгений не жалеет. По словам музыканта, этническая музыка – прекрасное средство от проблем и серых будней.